Всем доброго дня, дамы и господа! Какое настроение в Соле? Отлично, Соле прекрасно, ваш Сленный! Сегодня мы с вами беседуем о планах на будущее, на краткосрочную перспективу и на долгосрочную перспективу. Кстати, пишите в комментариях, что вам удалось достигнуть за последнюю недельку, за последний месяц, так скажем, будет интересно узнать. А я сейчас поделюсь своими ачивменцами, своими достижениями и также своими планами. Кстати, пишите в комментариях о своих планах в том числе, так скажем, что вы планируете, там, написать книгу, какое-то произведение создать, либо же музыкальную композицию, либо же, вполне возможно, вы хотите закодить какую-нибудь вещичку, опубликовать ее на гитхабе, сделать свою библиотеку дополнительную питоновскую и так далее. Собственно, пишите в комментариях, будет это интересно узнать, а мы приступаем. Итак, первое. Что мне удалось сделать за последние, так, несколько недель, можно сказать, с того момента, когда мы последний раз беседовали о планах, это, наверное, было около месяца назад. Да, окей. Мне удалось написать 61 страницу диссертации. Это уже круто. Я, кстати, вспоминаю, что на тот момент было написано где-то 38, что ли, около 40. Сейчас 61 страница и плюс также 8 страниц альбомной ориентации, конкретно дополнительной таблицы к этой диссертации. То есть у меня вообще много таблиц, но одна не внедрена, не имплементирована внутрь, точнее, не вставлена внутрь, нет эмбеддинга внутрь нашего дорогого вордовского файла. Соответственно, у меня есть вордовский файл 61 страница и плюс дополнительные 8 страниц альбомной ориентации таблицы. Это очень здорово, это очень классно. Я бы раскрыл более подробно обо всех этих вещах, однако же сейчас, в общем, в будущих видеороликах, когда будет еще публикация готова на англоязычных ресурсах, то сразу же вам поведаю, что там как и о чем там, в общем, сможете ознакомиться даже в открытом доступе. Итак, далее. Второе, что мне удалось за это время сделать? Мне удалось. Я недавно делал пересчет видеороликов. Сколько у меня видеороликов создано вообще на всех YouTube-каналах и так далее, потому что последний пересчет был, который я такой считал, что 7500, либо же 7700, где-то от 7500 до 7700. О, сейчас люди тут просто не спят. Сейчас просто ребенок спит. Минутку сейчас пробежим, чтобы особо не... Так, все. Соответственно, насчет видеороликов. У меня сейчас 7500, 7700 я рассчитывал ранее, что у меня столько видеороликов заснято на YouTube-канале. Я сделал пересчет 8573. Это было на прошлой неделе, вроде во вторник. Сегодня у нас какой день недели? Пять. Пятница. 8573, либо во вторник, либо в пятницу. На предыдущей неделе у меня было создано, либо же в этот вторник. Ну, в общем, недавно я делал пересчет 8573. Значит, сейчас еще прибавилось. В общем, есть определенное количество видеороликов. Идем к 10 тысячам. То есть, я хочу, чтобы показатель количества видеороликов, сколько я создал на YouTube, оно равнялось 10 тысячам. Потому что мое основное правило. Вы, возможно, такие скажете. Блин, Егор, а что это? Вот ты вот на количество, а как же качество и так далее. Качество приходит от количества. Это, дамы и господа. То есть, сейчас мы работаем над нашими вот такими public speaking skills. А потом мы переходим на другие вещички. Плюс также работаем над знанием английского языка. Ну, точнее, практика английского языка. У меня, в принципе, на английском все в порядке. Я могу спокойно свечнуться на него. Просто это было первое, что я хотел перечислить. Что практика английского, немецкого, испанского, индонезийского и китайского. То есть, пять дополнительных языков помимо русского. Еще мы практикуем их. Но в основном акцент делаем на английском и делаем на китайском. Но английский с точки зрения, что именно говорение, оно у меня уже достаточно хорошо развито. Потому что я создал, наверное, в сумме около тысячи часов контента на английском языке. А это достаточно много. То есть, уже там практика... Окей, ладно, это статистические данные. Вам, наверное, хочется слышать уже о других целях и так далее. Окей, соответственно, у нас по каналам на ютубе. У меня 11 ютуб-каналов плюс 8 ютуб-каналов, которые я веду активно. И на эти 8 ютуб-каналов уже я начал загружать намного больше видеороликов. До этого у меня было, что я 8 видеороликов в день загружаю. А сейчас у меня получается, что 11-12 видеороликов в день я загружаю в день. То есть, достаточно много. И из этих 11 видеороликов в день у меня добавилось за последний месяц, что я на китайском снимаю. То есть, всякие... И просто ИР-сан там наподобие такого. Плюс также Жимен Ян Ли Фан Хэ и прочие вещички. Хулу Сибау Хулу Хинзао Хинзао И Киан Йоу И Тиан и так далее. Соответственно, всякие на китайском. С точки зрения вокализации еще мне стоит поработать. Вокализация именно расстановка вот этих всех вещей. Я пока что работаю над тем, чтобы в течение 10 минут просто уметь хотя бы просто латинизировано, пеньиневско, без вокализации все это проговаривать. Соответственно, дальше будет проработка именно, чтобы... Нихау, уханхау, ше-се. И все в этом роде. Соответственно, чтобы мы могли делать вокализацию. Вокализацию, которые вот эти вот различные виды, что вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. И просто обычный, краткосрочный такой, краткосрочный звук. Хочу сказать, что запас моих иероглифов пополнился. Именно вокабилар. С точки зрения, сколько раньше у меня было? 40 я подсчитывал примерно. Сейчас, наверное, чуточку больше. Я уже не вел подсчет. Но, наверное, если так оценить, внутренне ощущается на 65. На 65 иероглифов примерно. Но там именно комбинации стоит учитывать уже. Потому что до этого были прям иероглифы. Сейчас можно считать, что комбинации различных вещей. Потому что, в принципе, в течение одной минуты на китайском я могу говорить. Именно без вокализации. Без вокализации именно просто пеньиновская. Без вокализации, без различных звуков. Это, в принципе, гуд. Это, в принципе, ништяк. Плюс также некоторые слова уже из области машинного обучения. Я могу спокойно прочитывать на китайском. И понимать, о чем ведется речь. Это классно. Это здорово. Окей. Соответственно, у меня... Я не знаю, насколько вам это интересно. Потому что я иногда оцениваю, насколько людям интересны вот такие вещи. Потому что я знаю, что люди английский-то язык изучают. Они такие, блин, как бы английский выучить, да? Кстати, английский можете изучать с помощью видеороликов, создавать их. Можете, кстати, посмотреть мои видеоролики. И там посмотреть, какие лайфхаки я использую для этого. В общем, можете погуглить все. Ввести вуйчик, английский язык. И там есть и потом ссылочка на мой канал где-то в комментариях. Там закинуто конкретно на мой англоязычный. Да, там создано около 2900 видео, которые в открытом доступе. А вообще их намного больше. В общем, окей. Соответственно, очень много всех этих вещей. И, соответственно, по ачивкам в области Ютуба у меня создано 8500 видеороликов. Возможно, чуточку больше. 8573, да? И плюс там определенное значение в зависимости от этого. Окей. Плюс также мне удается сейчас создавать по 10, 11, 12 видеороликов в день. Это круто. И плюс также, в принципе, именно время, промежуток времени, на котором я могу... Промежуток времени, сколько я могу выражать мысли на китайском, он увеличился. В принципе, по всем остальным каналам прогресс, ну, в принципе, такой 0,01 каждый день прибавляется. В принципе, нормас. Ну, или, возможно, больше. Соответственно, на русском тоже мы учимся говорить. То есть для меня сейчас даже такое необходимо уметь изъясняться, точнее, нужно уметь изъясняться на русском языке. Но с точки зрения, в принципе, я могу изъясняться на русском языке. Если я одну и ту же мысль несколько раз прогоню, попробую рассказать ее, то, в принципе, получится. Просто я очень много сейчас именно... Если русский язык сейчас я использую в основном для написания русскоязычных каких-либо статей, либо же фрагментов для именно научных работ, для того, чтобы в университете это все, так скажем, в университете это все предоставить. Поэтому там язык специфичный. А с точки зрения бытового, прям изи бытового, в принципе, нормас. А именно изъяснение для вас в видеороликах, то тут еще необходимо как-то откоррелировать некоторые показатели. Точнее, подкрутить, файн-тюнинг сделать. С точки зрения именно такого программистического языка, то есть под языка, потому что есть такое понятие как sublanguage, то, в принципе, я могу вам произнести какие-либо фразочки на программистическом с точки зрения. Сейчас сделать какой-нибудь. import numpy, snp, import pandas, spd, import tensorflow, stf, import matplotlib.pyplot.splt, import seaborn, sns, from globe, import globe и всякие ggplot и так далее. Соответственно, это, в принципе, я могу вам и всякие вот эти словечки, файн-тюнинг и прочее. Но это не все понимают, точнее, часть только людей понимает, а мы ориентируемся на более широкую аудиторию. Поэтому будем стараться выбирать выражения, которые понимают все. Окей. Или большинство. Или же... Ну, в общем, определенная часть, которая у меня в голове, как целевая аудитория. Ладно, дамы и господа. Так, на YouTube-це, в общем, создаю видосики. Продолжу создавать. Дальше по диссертации нужно ее дописать. Хорошо бы сделать это до 1 апреля. Сейчас написано 61 страница плюс 8 страниц моей дорогой таблицы. Но там и другие таблицы есть еще. И необходимо написать 250 страниц до 1 апреля. В принципе, успеется. Почему до 1 апреля? Просто я хочу сдать экспромтом все. И я думаю, это, в принципе, достижимо. С точки зрения... Хочу сдать диссертацию. Не... Потому что нам дается написание всего 3 года. А хочется сдать это либо... В принципе, за 1 это тоже реально. Возможно, полтора есть даже срок такой. Но за 2 это прям стопудово реально. То есть, такой срок достаточно... Тоже нормас. Окей, надеюсь, что сейчас там время нормально у видеоролика. Потому что у меня 10 минут 40 секунд показывает. И у меня иногда заканчивается память на телефоне. Определенный объем достигается. Окей. Соответственно, по YouTube сказали. То есть, именно что было достигнуто. По диссертации сказали. В принципе, также понимание пришло более глубокое. В принципе, и до этого было понимание. Тут вопрос... Это то же самое, что и на английском говорить. Кто-то может сказать, что я вот умею говорить на английском, да? То есть, там, наподобие. Кто-то может сказать, что я уже могу, в принципе, спокойно выражаться на английском, да? То есть... Но для кого-то... Это как спортсмен. Если вы можете пробежать там какую-нибудь 100 метровку за определенный промежуток времени. Допустим, за... Я не знаю, какие там нормативы. Ну, в общем, вы можете пробежать... Вы... Вы можете выражать свои мысли на английском языке, используя 500 слов, да? Например, англоязычных. Либо же вы можете использовать 5000 слов англоязычных. Либо же вы можете использовать 20 тысяч англоязычных слов. Все будет выражать, в принципе, что вы можете выражать мысли на английском. Но суть, насколько глубоко вы можете их выразить. Верно? Верно. соответственно аналогичным образом и с диссертацией тут мне у меня в принципе она каркас фреймворк в принципе готов но фреймворк с точки зрения слова как остовка каркас в этом понятии она употребляется соответственно он готов у меня а с точки зрения именно дополнять это еще можно сделать у меня там уже есть один алгоритм который прям лично мой то есть ниоткуда не взятый абсолютно ну точнее естественно фрагменты могут быть все потому что в принципе даже когда мы говорим вот в речи да мы используем какие-то выражения в речи которые понятны всем однако же это объяснение для тех кто те кто понял тот понял в общем что алгоритм в принципе мой просто суть на сколько процентов он твой верно же именно мой с точки зрения понимания общества что я создал свое да точно так же как вы рисуете картину вы нарисовали картину человека в принципе такое уже кто-то рисовал но вы нарисовали другого человека соответственно это ваша картина его это в этом плане соответственно что свою версию какую-то сделал я аналогичная вот свой метод там уже один из методов он не основной который будет использоваться в работе но предложен это хорошо соответственно по методам